доброго вечера дорогие мои вот сегодняшний вечерний ролик я посвящаю на тему также опять же вопросов моих подписчиков знакомых которые прочитали сообщение в сообществе статистические данные по продажам недвижимости за апрель месяц о том что они упали для иностранцем на 60 с лишним процентов я про это уже говорил даже год назад но тогда меня чуть ли сказали что я старый маразматик которыми я себя не отношу пока я как говорится здравом само уме и твердой памяти как говорится и я привык анализировать то что все таки я советскую школу закончил понимаете а советскую школу кто закончил советские вузы они умеют думать мы мое поколение не покупала дипломы мои поколения покупала аттестаты мое поколение не было частных школ частных университетов все было на государственном уровне пост попробуй поступать даже хотя бы технику я уже про это вам говорю поэтому мы мое поколение даже технари про техники книжек дипломы технику мои то даже поту дипломами мысли лучше чем сейчас современные дипломированы так будем говорить так экономисты там юристы социологи всякое всякое поэтому я привык анализировать и мое поколение тоже не дадут соврать мои подписчики я тогда же сказал что это ужесточение сами приведут к тому что как говорится не надо вот как новый претендент который как говорится оппонент той прежде пердогана вот калыш тарулы вот он кричал он говорил что надо запрещать продажи иностранцам ничего запрещать не надо ничего абсолютно ничего запрещать не надо просто надо создавать условия при которых не каждый сможет здесь турции жить и покупать квартиры я сразу хочу сказать что вот это которые нововведение они более модернизированные правила те которые были когда я впервые оформил в нж 2014 году тогда тоже было надо было показать обязательно банковский счет на кроме того что вы купили квартиру вот банковский счет обязательно на 6 тысяч долларов год на каждого взрослого человека потом это отменили вот сейчас скажу она была до 2014 году 2015 2016 2016 уже отменили вот это два два с половиной года вот этот плеск вот этот блеск да вот это покупки тогда она пошло вот это понимаете и она продолжилась почти извините до двух тысяч двадцать двадцать второго года даже до начала когда у людей не просили никаких таких этих документов но те времена не было и закрытых районов тогда были все районы открыты но тогда тоже проси я же говорю просили обязательно это а потом отменили все это все договор об аренде туристический пожалуйста год на два топу есть пожалуйста на два года сейчас нет вот но это не значит я хочу своих подписчиков друзей вот моих сверстников дорогих мои которым за 50 за 60 успокоить то что это все делаете для того чтобы разгрузить как бы скажем так курортные города от пмж вообще курортные города они всегда рассчитаны для того чтобы там был отдых вот люди отдыхали приехали отдохнули улетели даже для своих же граждан я помню что советские времена попробовал бы кто-нибудь даже в сочи купить квартиру или прописаться нельзя было потому что сочи это был курортным городом и там могли жить только те которые там жили родились выросли там вот это да вот те которые хореные а так нет потому что и были вообще вот я хочу сразу сказать что сочи мне кажется даже по общежитиям занимает первое место наверное по городам россии там столько общежития по гагарина улице да по донской пасочной везде общежития 12 квадратов 12 квадрат но потом а вот там жили обслуживающий персонал отелей массажисты там санитары медики там все вот такие строители которые вот и там работали вот те которые именно лимита можно говорить то лимита вот москве есть такое слово лимита а после распада ссср открылись когда всего и поперли все особенно после 14 года каждый желающий мог стать сочинцем приехал купил от самостроя квартиры или такую квартиру и стал сочинцем никаких там это самое и несколько раз увеличилось число жителей сочи несколько раз вот даже самым ни один сочинец говорил что армянин дед такой он говорил что десять раз город увеличилось десять раз вот и а что от этого это самое людей-то много стал рабочих мест нету отели как были так и есть но чуть-чуть там появились еще новый отель а так все не пром предприятий ничего не нет а где люди будут работать тогда чем будет питаться вот это все долое самое и энергоснабжение поэтому говорят город сочи темные ночи это не значит потому что всегда выбивает свет всегда выбивала свет всегда без света сидели люди бывало так что вообще иногда даже сутки некоторых домах вот потому что не не выдерживает электро это вот это вот это линии не выдерживали не выйдет постоянно то там трансформатор летит то тут трансформатор они-то рассчитаны на маленькие то же самое канализационные чем то же самое ливневки в общем город если курорт он должен выполнять свои функции приехал отдохнул уехал там даже только те которые коренные 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 которые именно живут за счет туризма это который обслуживающий персонал там корсона марсона все такое а таких вот персонал наемные они как вахтовым методом в них живут им ложман дают приезжает им квартир покупать не надо а увеличить массу до лет сам людей это не рентабельно поэтому они примет при приняли такое решение что извините уже больше чем коренное население стало несколько раз иностранцы вот она сейчас дает свои плоды вот 60 лишним процентов уже это самое уже и сдавать будет невыгодно потому что сдавать тоже очень в общем как вот это калаштарова легать это самое запретить все все да зарубить с плеча это нехорошо надо просто создавать условия технично а эрдоган создал вот правительство эрдоган создал это сейчас условия такие можно жить не в курортных городах с менее менее такими требованиями которые курортными городах можно и купить квартиру и арендовать квартир не в курортных я еще раз говорю города поэтому я как прогнозировал цены конечно будут падать и даже очень и даже очень вот поэтому иностранцам особенно иностранцам но я думаю что со временем это сделает еще и для места хотя местные сами-то туда и не прутся вот я сколько анкарицев знают у меня столько знакомых друзей который денежные люди да они годаром не надо не анталии не аланя даром не надо просто как приехал даже мы год едем искупались недельку 10 дней уехали все вечного отдыха быть не может вечный отдых там на по гости под землей человек должен работать заниматься чего-то что-то творить что-то делать вот поэтому а у нас мы хотим отдыхать так всегда кричим что требуем продолжение банкета а банкета продолжение не будет поэтому я хочу сказать что вот вот эти сейчас вот уменьшение числа покупателей уже 700 домов всего 700 квартир куплен до запрели это очень мало за такое время обычно покупали полторы-две тысячи квартир думаю что и в летний сезон сезон опять и я думаю что к октябрю этого года уже это 60 процентов до 100 процентов упадет а то и больше а вот у меня друзья тоже пенсионеры сейчас выезжают из анталии в россии они прожили три года вот они тоже уезжают они хотели бы жить они как уже невозможно было это потому что слишком много условий самые закрытые самые цены на аренду подняли вот я не год приедем год лучшие времена вот и и они тоже год везде год про продают наши люди свои квартиры везде потому что даже имея свою квартиру уже условий я же вам выставил сообщение по простите сообществе столько документов надо который не требовал никогда который не требовал никогда вот так вот поэтому конечно анталия алане будут курортные города вот и газе паша возможно это сам будут и сам в земном море но условия будут жесткие такие что там на только будет богатым по плечу по только богатым которые могут предоставить документы финансовую состоятельность документ о пенсиях все заверено апостелированы все все о теперь по поводу мерсина меня спрашивает самый подписчик вот ну вот у меня вот подписчик приезжал мерсина вот он сейчас сюда хочет переехать вот у меня очень много знакомых которые оттуда уехали вот я сразу тогда еще говорю помните мне про мерсин спрашивали мерсин это не курортный город это промышленный город курортным он стал благодаря работе блогерам нашим понимаете хорошей рекламе 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 мне иногда кажется что наших двух-трех блогеров закинь племена чумба-юмба где людоеды живут да вот они так разрекламируют что попрутся туда люди понимаете вот поэтому главное рекламировать хорошо как разрекламированы это он промышленный город это надо признать он промышленный о мерсин промышленный портовый город не курортный а благодаря вот это нашим как говорится риэлтором нашим блогером она разрекламируют люди поперли туда анталия алания они курортные города кемер это все все курортные это я еще раз хочу сказать они курортные курортные это не значит что надо туда переехать и жить это не майами вот или какие-то это самое да это маленькие города маленькие вместимость это ограничено там нет мест уже в анталии мест нет по моему даже уже варсак освоили до конца пошли в сторону гор уже ну вот ограничение ввели сейчас видите когда и потом платежеспособных наших людей уже все уже и вывод денег трудно стало и платежеспособность такая это самое поэтому я думаю что вот это число 60 с лишним процентов она увеличится до 100 а то и больше до конца года вот но жить я еще раз горе за турцию любит человек человек может и других городах и бурса и афионе тем более в анкару сам бог выдел я вам показывал же цены я еще пойду потом вам рыбу покажу какие цены вы просто упадете вот я сегодня разговариваю с подписчиком из мерсины он говорит точно у вас цена вот за сазана 35 я говорю да там мелкие вообще по 20 по 10 даже были свежие три раза дешевле рыба здесь в анкаре чем в анталии в анталии три раза и фрукты тоже самое черешня мог по 20 можно купить в улусе сейчас езжайте по 20 а такая черешня стоит в анталии 50 60 лир представляете а все почему потому что не курортный город это нет здесь богачей таких вот а турист турист всегда воспринимается как большим бабло которую можно извинить и дает и дает поэтому в анталии меня как а подписчика которыми я дружил и вот я приезжаю они приезжали отдыхать в отель по турпутевке они звонят я приезжаю вот и катались где их не отели рядом цены и в районах где обычный народ живет кепезе цены были два-три раза ниже за ту же самую продукцию за те же самые одежду текстиль детская одежда обувь все три раза было дешевле я уже показывал же на роликах мне там обувные магазины три раза а около отеля для иностранцев в долларах все доллара я один раз ездил вот этот стороны кемера там есть такой маленький это я же забыли его название местечко такой курорт на этом отеле маленький около там я прошелся вот так все написано в долларах все магазины все бутики в долларах доллара доллара я обалдел маленькие вот такие сувенирчики 10 долларов 5 долларов за 5 долларов я кипезе такие же именно такие же я куплю за 5 долларов 10 штук понимаете поэтому здесь тоже самое рыба дешевая и фрукты дешевые все остальное дешевое я если кто-то хочет именно турции жить надо жить не в курортных городах не в курортных города о туда все все туда лезут все там колобала говорят о и цели бешеные на все а здесь нет я вчера обалдеться когда увидел через 20 лет 20 лет черешни абрикосы 10 и 12 лет рыба самая маленькая была вот такие как мы называем их карасям вот такие дают создать создать вот такие по 10 по 15 килограмм вот такие которые я покупал 35 килограмм попробуйте найдите такие же самые там в анталии валами самоны самона были штука вот такая большая штука 50 60 лир такая же рыба 150 лир в анталии валами почти килограмм представляете вот такие дела дорогие мои всем доброго вечера хорошего настроения пока